Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня я вам расскажу о марке Map of the Heart. Я покажу вам мой аромат и познакомлю вас со всеми ароматами линейки. У меня есть пробники. Мне безумно приятно, что это марка из Сиднея, что я могу пойти и понюхать, и получить пробники. Это, конечно, здорово, когда такая редкая, интересная марка появилась именно в Сиднее. Потому что это волшебство для меня. И давайте начнем. Марка была основана в 1993 году. У меня здесь пресс-релиз, я вам сейчас его прочитаю. Сарой Блэр и кинорежиссером Джеффри Дарлингом. И вот как они описывают свою философию, что они говорят о своей марке. Map of the Heart. Карта сердец. Все исходит от сердца, в этом наша сущность. И сам пресс-релиз. Мне он безумно понравился. Он такой какой-то магический, сюрреалистический немного. Итак. Сара пьет слова на завтрак. Ей нравится заниматься ерундой. Любит простые и роскошные вещи, смешанные воедино. Любит роскошь, ощущение того, когда находишься под водой, окруженной жидкостью. Ей нравится идея дайвинга в расплавленной лаве. Из-за ее тепла и вязкости. Но она знает, что эта идея приводит к завершению жизни. Любит, когда мало, имеет большое значение. Запах охватывает все. Воспоминания, места, чувства. Джеффри. Джеффри думает изображениями. Он считает, что хорошее изображение вызывает больше вопросов, чем дает ответы на них. Находит красоту в ужасном и ужасное в красоте. Любит творить, любит ароматы пейзажей. Ароматы пейзажей. Красиво. Исследования, истории, культур. И всегда ищет поэзию и большее количество поэзии. Ну, у них были долгие отношения, как бы у Сары и у Джеффри. И они вот пришли к такому выводу, что, да, нужно сотворить что-то такое вот необычное. Через аромат и передать именно какие-то вот ощущения. Ощущения тепла, ощущения чувственности, ощущения полета, погружения куда-то под воду в раскаленную лаву. Вот как здесь написано. Вот когда я прочитала этот пресс-лилист, мне было намного проще обонять эти ароматы. Потому что, когда ты просто вот их нюхаешь, они кажутся немного странными. Даже не немного, а очень странными. И когда ты знаешь уже концепцию, какое сердце что как бы собой олицетворяет, это, конечно, очень здорово. И давайте начнем. Я вам покажу сначала свой аромат, который мне подарили на Новый год. Я сейчас в нем. Он бесподобен. Покажу, как он был оформлен. Значит, у меня все шло вот в таком вот мешке. Map of the heart. Тут все написано. Очень все красиво. Такой мешок, при желании, его можно брать там с собой, ну, куда-то класть на него, например, обувь. В спортзал, если вы ходите. А потом шла вот такая коробка. Сейчас я покажу, как сразу положу туда аромат. Очень красивая коробка. Я люблю, когда красивая упаковка. Тут упаковка действительно красивая. Вот это все очень плотный картон. А это нашита такая вот из тряпочки. Такая эмблема Map of the heart. И мое сердце. Шестое сердце. Здесь всякие пин-коды, если вы хотите. Ну, не коды, штрих-коды. Посмотреть там, где, когда, если хотите. Вот такая коробка. Вы ее открываете, и там вяжет это сердце. Вот оно сердце. И вы дергаете вот за эту штуку. Я лучше так его вытащу. И появляется сердце. И там внутри такое углубление. Ну, очень красиво сделано. Мне нравится. Также, как мне, нравится очень сильно дизайн флакона. Он, конечно, кому-то, да, окажется каким-то неприятным. Ну, что вообще неприятного может быть в человеческом теле, в человеческих органах? Это то же самое. Это мы все вот люди. И поэтому, да, это очень натуралистичное сердце. Да, это вот прям... Ну, я держу в руках. У меня такое... У меня кайф. Это немножко жутко, да, когда ты держишь сердце в руке. Так немножко мистично, но... Потрясающе красиво, на мой взгляд. Сейчас я вам скажу, кто сделал дизайн флакона. Дизайн флакона. Я вам подпишу, короче, не буду говорить. Подпишу. И давайте начнем. Там всего шесть сердец. И я начну с первого, второго, третьего и так далее. Значит так. Сердце номер один. Это вот такое белое, прозрачный флакон, прозрачное сердце. Это чистое сердце. И вы знаете, это сердце именно, да, оно олицетворяет чистоту, какой-то полет, какое-то немножко бунтарство. Я понимаю, почему оно как бы номер один в Сиднее. Знаете, очень популярно, конечно, это океан, это серфинг, это вот вся вот такая свобода внутренняя, раскрепощенность. То есть, ну, безграничная такая вот реально свобода. И вот в этом аромате все это есть. Я его сейчас нанесу на бумажку. Он соленый. Он свежий. Он такой, ну, как брызги из соленого океана в жаркий день. Вот когда вы с утра, еще прохладно, не жарко, вы идете, например, за кофе, чтобы взять кофе утренний и попить его там на берегу. Да, здесь это очень популярно. Все босиком просыпаются и топают за кофе. Там чуть ли не в пижамах, реально, не чуть ли не в пижамах. Да, если вы живете у берега, здесь очень много районов таких, и реально люди просыпаются и в штанах пижамных идут за кофе. Вот эти брызги, вот эта соль в воздухе витающая. Вот это вот все это олицетворение этого аромата. Для меня это аромат какой-то молодости. Вот реально он молодой аромат. Он свежий аромат, какой-то искренний, искрящийся и очень такой позитивный. Хороший аромат, мне он очень нравится. И если вот думать, буду ли я еще покупать, приобретать себе ароматы этой марки, то вот это чистое сердце будет у меня номер один. Ну и само название чистое сердце, это вот как бы чистосердечное признание. Когда ты вот от души, без всякого там, не знаю, без обмана, в общем, что говорится, это вот об этом. Аромат вот настолько чистый, такой добрый. Вот такой вот аромат. Это было чистое сердце номер один. Дальше номер два. Черное сердце. Вот такой вот аромат. И вот такое будет сердце, черное. Ну, флаконы просто бесподобные. Сейчас я вам покажу, кстати, да, какой будет белый. Вот он, такой будет прозрачный стекло. Черное сердце. Черное сердце аромат о дереве. О дереве и о лесных пожарах. В Австралии очень много лесных пожаров. Особенно летом. Горят леса. Вот ему нужно немножко это. Отстояться. Ну, он просто, он невероятно крутой, этот аромат. Аромат пожаров. Аромат, вот знаете, вот после пожара появляется потом что-то новое. Что-то свежее, свежие ростки, свежие деревья. Новая жизнь, короче, зарождается. И вот здесь смешение вот этой гари, горящего дерева, пепла, дыма и чего-то такого вот уникального, сквозь это проходящего какой-то свежий ветерок. Вот реально, как порыв ветра такого свежайшего, чистого. Аромат бесподобен. Я его пробовала наносить на кожу. Я все их пробовала на коже. Они все прекрасны. Какие-то у меня, я потом скажу, ну не очень понравились. Чистое сердце, черное сердце очень, очень они мне понравились. Он сильный аромат. Он довольно-таки, как бы с твердым таким характером. Немножечко мужественный, немножко брутальный. Но мне кажется, если какая-то хрупкая девушка, ну вот как я, в таком вот розовом платье наденет этот аромат, он будет, ну он будет вам стержнем. Если вам не хватает внутреннего стержня, вот этот аромат будет вашим внутренним стержнем. Он безумно хорош. Он хорош, притягателен. Когда я его наносила, мне постоянно хотелось обонять его, постоянно хотелось его нюхать, нюхать, нюхать. Как оно вообще, раскрытие его, понимать. Да, здесь много сандала, много дерева. Любители сандала обязательно попробуйте. Это просто, это что-то такое невероятное. Черное сердце. Дальше сердце номер три. Красное сердце. И вот так вот оно у вас будет выглядеть. Самый для меня это был такой самый притягательный филакон. Когда я попросила мужа подарить мне на Новый год, я специально не ходила, не хотела их пробовать, чтобы для меня был сюрприз, что он мне подарит. Мне почему-то казалось, что он подарит мне вот это, но по описанию мне казалось, что это вот красное сердце, это вот что-то прям реально моё будет. Но нет. Из всех сердец оно мне нравится меньше всего. О чём это? Красное сердце. Это чувственность, любовь, страсть, эмоции, бурлящий роман какой-то. Это вот всё об этом. Здесь много фруктов, здесь много таких цветов, но всё это немножечко такое химическое, что неплохо. Но на мне, что неплохо, но на мне это совсем не играет так, как нужно, видимо. Сейчас я вам... Ну, он немножечко, знаете, такой с перчинкой. Если бы не было бы этой перчинки, наверное, он был бы вообще такой простой. Он на любителе. Знаете, мне кажется, у этого аромата найдётся очень много обожателей, много любителей, потому что он реально женственный, он понятный. Из всех вот сердец, вот если вы, когда с ними знакомитесь, вот он вот понятен сразу. Сразу ты чувствуешь вихрь каких-то цветов, фруктов, немножко розового перца, немножко, может быть, я не знаю, мускуса. Ну, для меня вот таких ароматов уже много у других марок, поэтому для меня вот именно этот аромат прошёл как-то немножко мимо. Красное сердце, к сожалению, не моё. Дальше описая, я хочу вам рассказать о номере 4. Это золотое сердце, и оно просто меня потрясло. Вот так выглядит флакон. Если я... Ну, слушайте, наверное, мне все они нравятся, кроме красного. Я бы его тоже побежала бы, купила бы, но зимой. Сейчас я вам расскажу. Золотое сердце. Оно именно вот олицетворяет золотое сердце. Вот что значит золотое сердце? Доброе, хороший человек с золотым сердцем, такой добрый, любящий людей, любящий жизнь, помогать всем пытается и любит. И у него это получается... В общем, золотое сердце — это всё о доброте, всё о какой-то вот материнстве, всё вот такое вот очень хорошее. И о чём это золотое сердце? Когда я его только-только понюхала первый раз, мне показалось, что это что-то такое кошмарное. Почему? Потому что я не ожидала такого. Честно, у меня так было с одним ароматом Jodepo от Serge Lutent. Когда я первый раз его нанесла на себя, я побежала его сразу смывать. Так же получилось и с этим. Jodepo сейчас один из самых моих любимых ароматов игры кожи просто. Они меня умиротворяют, предают, не утепляют. В общем, хороший аромат, люблю его. Почему с этим у меня случилось такое отторжение? Потому что там, как и в Jodepo, есть какая-то вот эта молочная нота, чуть ли не на грани. И здесь эта нота сочетается реально с металлом. Значит, что они хотели в этом аромате показать? Они хотели показать именно тепло, тепло сердца. Также вот ощущение холодного металла, вот такого золота расплавленного, холодного немножко. И вот это тепло они делали с помощью шафрана, каких-то специй, каких-то вот таких вот уютных, греющих компонентов. Потом этот идет какой-то металлический, металлическая нота. И вот я слышу молочную ноту. Вот реально все это дело залито молоком. И первая вот, первая моя, ну, как бы, проба, он мне показался просто каким-то прям, фу, ужасным. Как это можно вообще сделать? Как это можно носить? И я побежала быстрее это все дело смывать. Но потом я думаю, ну нет, ну не может быть вот так вот прям все ужасно. Я попробовала его еще раз и прозрела, как говорится. Но он прекрасен. Он прекрасен, знаете, прохладный, можно быть даже очень холодный день. И вы в этом аромате. Ну в нем все. В нем и душа, в нем теплота, в нем какая-то, вы знаете, умиротворение и уют. В нем, ну я не знаю, снежок за окном, а вы там сидите с чашкой горячего какао. Но все это вот, знаете, не настолько мими-ми вот такой вот хорошенький такой аромат. Нет, он очень необычный. И он очень какой-то вот, ну, нереально крутой. Правда, правда, попробуйте. Золотое сердце, вот прям вот чуть ли не фаворит. Золотое сердце. Дальше. Дальше сердце номер пять. Пурпурное сердце. И пурпурное сердце — это сердце воина, сердце войны, сердце храбрости, сердце подвига. Вот реально такое героическое, яркое, смелое сердце. Пурпурное. Все флаконы одинаковые, все в объеме, по-моему, 80 миллилитров они идут. Все вот у вас будет вот, все одинаковые, только разноцветные. Пурпурное сердце вообще. Я вот знаю уже, кому оно, да, действительно может понравиться. Здесь уже по его цвету. Обалденно. Это слива, это такой засушенный, такой чернослив в сиропе, в каком-то сладком. В то же время это какой-то дым, это какая-то, знаете, перестрелка, стрельба. Порох немножко такой вот витающий в воздухе. Аромат мягкий и в то же время яркий, жесткий такой, дерзкий, такой вот насыщенный, такой вот пьющий прям наотмашь, знаете, и дико необычный. Он дико необычный, он пахнет немножко такой сженой резиной, он пахнет вот при всем при этом такой сладкой сливой, такой прям вот уже чуть ли не перезрелый. Вот это сладости, вот это вот горение. Это вообще, это хорошо, это очень хорошо. Пурпурное сердце. Слушайте, я вообще, я прям, я рада, я рада, что у меня появились все эти пробники, я рада вам обо всем этом рассказать. И давайте перейдем уже к моему сердцу розовому. Следующее сердце розовое. Сердце номер 6. Это такое, как они его тут написали, подождите, я сейчас посмотрю, как оно. Наркотический аромат. Это аромат наркотический, яркий, действительно, да. Это аромат наркотик, это аромат, когда ты в нем, когда ты его наносишь, ты хочешь постоянно его нюхать, нюхать, нюхать. И это аромат обманка. Он то пропадает, то с новой такой силой вспыхивает опять. Аромат немного пыльный, цветочный. Здесь много... Я слышу тут жасмин, я слышу здесь нарцисс. Я слышу через все вот это вот запах каких-то вот таких очень изысканных, очень таких тонких, тонких и тонких, и вообще и тонких, утонченных сигарет. Вот знаете, сигаретный дым, он бывает очень вкусный. Я люблю, когда рядом со мной курят. Ну, хорошие сигареты, не вонючие, а вот когда хорошие сигареты курят. И вот если стоит еще букет цветов, и вот это вот что-то такое. Вихрь ветра, ветра такого жаркого в нем присутствует. И вот это вот все в пыли. Но он классный. Он невероятно классный. Он роковой аромат. Я вот не побоюсь этого слова. Вот он реально роковой аромат. Вот для такой роковой женщины. Ну, может быть, я сейчас не так одета, как... Я его вижу именно в чем-то таком черном, простом, спокойном, классическом, но с какой-то растрепанной прической и с какими-то, например, кедами. Вот что-то такое на контрастах. Вот он какой-то тоже такой на контрасте. Он в то же время женственный и в то же время очень брутальный, мужественный. И неженственный. Ну, как-то так. Map of the Heart. Очень интересная марка. Я желаю вам всем с ней познакомиться. Может быть, где-то от Леванты заказать, если есть у вас желание, конечно. Потому что, да, стоит того. Если вы любите что-то женственное, что-то такое игривое, попробуйте красное сердце. Если вы любите сандал, ноты дерева, ноты костра, попробуйте черное сердце. Если вы любите гурманнику, но в таком немножко дымном каком-то исполнении и странном, попробуйте пурпурное сердце и попробуйте мое розовое сердце. А если вы любите свежие ароматы, ароматы соленые, ароматы морские, ароматы такие, вот знаете, искрящиеся, легкие, молодые в кавычках. Это не от годов. Попробуйте, конечно, чистое сердце, прозрачное. Согревающий аромат, конечно, золотое сердце, необычный, самый, наверное, необычный из силенеки, это именно, да. Это золотое сердце, ни на что не похожий, заставляющий думать. Все. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Продолжение следует.